Дорогие друзья! Я записывал минут 25, но оказалось, что я их не записывал. Ну, вечная жалоба летсплеера, ла-ла-ла, бла-бла-бла. Поэтому мне сейчас придётся многое делать по новой. Только вспомнить бы что. Так, кажется, я... Да, я достал из шахты всё-таки новые вещи себе. Почитал про то, что именно дают цвета. Сейчас я вам продемонстрирую в... Вот где-то здесь в журнале, да, совершенно верно. Вот цвет. Золото там доверит, там бла-бла-бла. Если у меня золота много в сердцах, когда я что-то кому-то даю, то они тогда больше принимают. И это отлично. Но у меня, к сожалению, столько золота нет. И, к сожалению, быть не может. Метаболизм это вообще отстой. То есть, если я его жру, то... Быстрее всё перерабатываю. Мне это не нравится. Это лазурь, мы её знаем. Вдохновение. А, меньше цвета нужно, чтобы что-либо делать. Только не драться, я думаю. И защита. Это мы знаем. Пурпур. Ну, ярость это... И ярость, и серебро это... Ещё пока недоступные мне такие цвета, которых я, к сожалению, не познал. И вряд ли познаю в будущем. А тут вот этот вот брат, блин, совершает всякие непотребства с моими владениями. Прям-таки скажем. Прям-таки скажем. И не соврём. Потому что врать мы не любим. Мы не любим врать. Так, думаю, что я нафиг переработаю. Сирень, потому что... Потому что нафиг она мне сдалась в таком виде-то. И тебя тоже переработаем. И золото. Золото штука драгоценная вообще. 12, правда, это мало. Золото... Не, наверное, всё-таки переработаем. Переработаем золото. Просто не будем его особенно тратить. Стараемся его прорастить в будущем. Вот-вот-вот, что я думаю, было бы более хорошо. Более неплохо. И поехали, что ли, я даже не знаю. На лазури поехали. На лазури. Светлое будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Да, эти ребята, я уже видел этих ребят, они, конечно, забавные, вам так не кажется? Особенно этот хрен с руками, вот хрен с руками меня, конечно, просто поразил. Он меня пугает, наверное, не меньше, чем старый добрый богомол, который пугает меня очень сильно. Так, здесь вполне возможно могут меня подкараулить всякие твари, но только на земле. Это хотя бы, эх, хоть в этом-то, хоть за это-то вам, дорогие друзья, которые всё это делали, большое спасибо, потому что, блин, потому что, честно вам сказать, эти твари доставляют мне немало беспокойства. Вот у меня бывает такое, я собираю какой-нибудь цвет, а тут, бэмс, что-то происходит, что-то не то. Я всё понять не могу. Что же? Что же тут не так? Что же вот не устраивает вас? А это, оказывается, меня бьют. То есть, ну, разобраться бы ещё во всей этой ерунде. Ну, ладно. Я пока что тут ничего интересного делать не буду, только цвет собирать, да тварей бить. Если встречу, конечно, если... Ой, 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 встретил, встретил. Ну, причём эта тварь явно более высокого уровня, она больше и сильнее. Чем бы тебя побить-то? Ну, вот лазурь у меня есть, лазурь. Пожалуй. Только бы она ещё не кончилась, было бы совсем хорошо. Куда ты прыгаешь-то? Ага, вижу. Ты к тебе. Где ты, где ты? А, вот ты. Блин, мимо! Блин. Сразу двоих. Могу? Могу! Интересно, черкать можно только так или как-нибудь ещё? Блин, блин, блин. Кажется, когда меня учили черкать, черкали в учении именно так. Ну, умрёшь ты уже или где? Видите, какой он сильный? А! Ой-ё! Фиг тебе. Ха-ха! Ха-ха! Да, мне с ней будет тяжело, по всей видимости. Этот куда-то исчез. Цвет у меня кончился, а этот упал. Э-э-э... Куда бы он ни исчез, вроде бы я его не вижу. Я не понимаю. Это глюк? Нет, это, наверное, не глюк. Там действительно ничего нет. Э-э-э... Да. Бой был изнурительный. И то, чтобы мне сильно понравилось то, что я воевал. Хм. О, кстати, в прошлый раз играл. Здесь было гораздо больше интересного цвета лежало. М-м-м. Сейчас его почти тут нету. У нас хотя вот тут вот есть уже что-то. Всякая лазурька, лазурька. Вы решили мне отплатить за мои бои с лазурью и дать мне её ещё больше. Спасибо, спасибо. Я ценю ваше старание не слишком сильно меня расстраивать. Большое благодаря. Ладно, пойду соберу ещё одну жилу и валю отсюда. Кстати говоря, любопытно. Я-то думал, что вот эти вот жилки, которые такие более-менее золотистые, дают золото. Так они, оказывается, дают не золото, а они, сволочи, дают янтарь. А янтарь это, оказывается, другой цвет совсем. И вовсе даже не золото, блин. Так, меня кто-то сейчас будет бить. Наверняка сзади. Так. Так. Я всё время говорю так. Простите меня за мою таковость бестактную. Или что-нибудь в этом духе. Вообще есть такая мысль, что у цвета есть, как это сказать, отрицательные эффекты. Но чё-то как-то я почитал про цвета, отрицательных эффектов не заметил. Не знаю даже, справедливо ли это замечание. Вон она, эта тварь. Я оставлю её здесь, хотя вроде бы как говорят, что братья гневаются, если я не убиваю тварей. Но, опять же, лишний раз убивать тварей это как-то отстойно, потому что от них не остаётся никакого цвета вообще. Это меня абсолютно не радует. Ух ты ж, двадцатка! Вау! Здесь просто так валяется такое количество цвета, что я, наверное, никогда не умру от этого, от голодания-то. Всё время боюсь умереть от голодания, но, по всей видимости, мне это не грозит. У-у-у! Пойти к сеструхе, что ли? Чё тебе надо? Тебе, по-моему, надо зелень. Зелень у меня не шибка. А ей нужен то ли янтарь, то ли золото. Я забыл. Также ей нужно сирень. Сирень, да? Поэтому мы, наверное, предположительно, прямо-таки скажем. Или не, или, знаете как, или вот тебя по ногам. Ну, сейчас, сейчас разберусь, короче. Да, вот, прямо в таком состоянии мы, я думаю, отправимся, наконец... К той сестре, которая вся из себя такая в свечах. Я думаю, что это имеет смысл. Сиренью зарядим себе, путь к ней. А здесь ещё что-то якобы лежит. А, интересно. Тебе поручили собрать золотые яблочки, знаю. Плати дань янтарём или сиренью, иначе не пущу. Если откроешь мне всего одно сердце, меченосец простит. Не пугайся. Ну же, я жду. Ха-ха-ха-ха-ха. Ты, ты говорила про янтарь, да? Ты говорила про янтарь. Янтаря и сиреней у меня как раз дофига. Просто до ядря нефиг не хочется сказать, честное слово. Да, вроде бы как это янтарь. Честно говоря, ни того, ни другого у меня толком нет. Мне всё это надо ещё выращивать по сто лет в обед. По-хорошему надо еще пару деревьев зарядить Даже тройку, лучше всего золотом Даже не знаю, дорогая, даже не знаю Пока что мне тебя отдать-то нечего Золотые яблоки, говорит Золотые яблоки мне пока что никто собирать не поручал, честно вам скажу Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Здесь достаточно многое заставляет меня задуматься И уйти в свои размышления куда-нибудь глубоко, далеко и неинтересно Я жонглер, твой наставник А ты пока никто Твоя обязанность учиться Мой первый урок даст тебе лишь пищу для размышлений Лимфа любого цвета драгоценна Поэтому надлежит слушать волю каждого цвета И осторожно сочетать цвета Они не любят друг друга Что это значит? Для нас, как и для тебя, цвет стал открытием Там, откуда мы пришли, ничего подобного не было Именно знание о цветах Рубеж нашего постижения Мы до сих пор почти ничего не знаем о них Почему их семь? Лимфа — наша награда Мы были готовы к ее изобилию Иначе и не могло быть в раю Цвета — наше испытание Наш искус Мы знаем, как служить ему, сохраняя лимфу Но мы не знаем, как служить цвету А потому ставь знак равенства между словами цвет и опасность Слышать его голос каиного печать Это дар разрушителей Но зачем? Возможно, именно тебе назначено дать ответ на наши вопросы Парень, я не понимаю, о чем ты И, по всей видимости, другой брат пока еще не пришел ко мне Хм, любопытно Вообще, мне, пожалуй, имеет смысл прорастить пару деревьев Пока цикл не кончился Да, пойду сюда Я знаю, что здесь можно прорастить деревья И что я буду тратить, пока я иду Ну, наверное, янтарь Хотя было бы неплохо, ей бы надо отдавать его Ну-ка, что у меня на Б происходит вообще? Ага Ага Угу Да, непонятно, непонятно Вот серьезно, вот смотрю на все это и думаю Ё-моё, как жить, как? Слишком мало цвета Ты умрешь, как только выйдешь в промежуток Да, вот как со всем этим жить, вот прям Смотрю и теряюсь, вот теряюсь просто, вот Ах Прям кошмар Кошмар, да и только Ммм Попробую, попробую надавать ей своих цветов Вот, которые насобирал Наверное, ей, конечно, этого мало будет Да, ей, конечно, прям совсем-совсем этого мало Ну, ладно, ничего Я не могу больше томиться в этом безвольном трупе Сколько можно существовать, а не жить Сколько можно дремать и гнить заживо Как сделать так, чтобы цвет вернулся? Чтобы его было много Ты знаешь? Так кому же узнать об этом, как не тебе? Эээ, я не знаю Слушай, в безвольном трупе Мы точно под землей, мы точно не у человека Мы точно спящие, это точно не человек, а? Я имею в виду впечатление, что спящий это такой человек Который где-то А я его, может быть, даже душа Или что-нибудь в этом духе Хмм, так, получи еще Ну, как бы, как бы она довольна, но как бы Тащи Тащи больше Говорит она мне Ой, нажму не на те клавиши Да Ну вот, когда я избавился от этого груза От этой, так сказать, как правильно называется Лимфа, не лимфа Нерва, нерва Вот этой Все этой вот Невротической Все этой вот фигни Вот, когда я уже сбагрил ее Кому-то еще Я думаю, теперь можно прорастить пару новых Ой, блин, нужно новый цвет взять Скажем, будем путешествовать лазурью, например Почему бы и нет? Лазурь у нас всегда много Вот туда А, черт, все-таки встретил этого гада Я тиран Сильнейший из братьев Некоторые из нас сомневаются, что ты действительно праведник Твой облик не говорит о том, что там, откуда мы все вознеслись, ты пережил хоть сотую долю того, что мы Тебе предстоит доказать это дело Но если братья правы И ты не тот, за кого себя выдаешь Значит, ты несешь нам опасность Как сестры Что скажешь? Ничего Так я не буду даже разъяснять тебе то, что для всех нас очевидно Какой смысл делиться с тобой знанием А если ты явился, искушать и разрушать Он несет спящего укидя Его нужно изгнать отсюда как можно скорее Вот ты ублюдок, тиран А я все-таки хорошо перемещаюсь, когда у меня в сердце так много лазури Ну что же, пошли сюда, зарядим пару деревьев А вот как правильно оживлять породу, вот до меня пока так и не дошло Вот даже не знаю, может здесь подойти к стене Попробовать ее чем-то как-то зарядить Вот блин, вот честно 20 золота Ну это должно хватить, почему бы и нет Ну давай-давай-давай-давай Да, 18 Ну и так сойдет Зато у меня будет немного больше золота Вот золото я буду использовать в качестве, как это сказать, доверия Вот буду себя заряжать доверием Это будет явный плюс Больше у меня золота нет Здесь у меня тоже 5 Как же оживлять породу? Черт Не поймешь, не поймешь КОНЕЦ КОНЕЦ Эти двое оставили меня просто Я тебя вижу Чего? Я видел у тебя в окошко А? Какой ты странный А? Я не очень понимаю, что там кто-то там говорит Мне не очень важно, что кто-то здесь пытается что-то сделать Ё-моё А, чего, чего, чего А, новый цикл, слава богам Слава богам У меня есть Какая-то новая фигня Так, стоять Я не знаю, что там без сцены Так, я быстренько пройду сюда Быстренько пройду сюда Мне нужно полностью Полностью набраться лазури По полной Ха Давайте я постараюсь Быстренько сделать лазурное дерево Да, вроде бы даже успешно Успешно сделали новое лазурное дерево Зашибись Теперь только бы свалить отсюда Полностью зарядиться лазурью Просто по максимуму И бежать собирать Что у меня там навалилось Блин, там этот брат грёбаный Он сейчас пойдёт, блин, к моим Блин Этим Как это называется Шахтам Мои шахты Могут этого не пережить К сожалению Так, есть ли здесь что-нибудь новенького В смысле хорошенького Чё-то я не уверен Деревья, конечно, мои дадут Больше золота Но Я боюсь, что это всё Один брат пошёл в мой сад Ой, не то чтобы меня это радует Он может там устроить Непотребство После этого деревья Вполне возможно Начнут функционировать Заново Но 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 Опа На А эта штука Уже не даёт мне больше ничего Один раз добыл и всё, что ли Или я здесь добывал всё-таки два раза Большая тварь Или большие твари у меня Меня лишают урожая Здесь вот Да, опять же ничего нет А Опять же Тут везде валяется Вот какой-то этот цвет Вот чё это такое Это ж не янтарь, да? Что это вообще за цвет? Ну-ка, ну-ка Это наш пурпурчик дорогой Которого я в глаза не видел раньше никогда Мне вот серебро нужно Они мне пурпур какой-то подсовывают Бэ Обалдеть То есть понятно Теперь моя цель Это Брать, так сказать Тот цвет, который я имею И проращивать его снова О, чёрт Проращивать его снова и снова Вот до сих пор не понимаю Имеет ли смысл убивать тварей То есть Даёт ли убийство тварей В конечном итоге Больше цвета валяющегося на полу Не знаю, не знаю Да, какое-то просто дьявольское количество пурпура Просто Просто небывалое Вот нет, нет у тебя никакого пурпура Потом пац У тебя его 62 Ё-моё Я бы, конечно, этот пурпур с удовольствием сейчас применил бы На уничтожение Ну-ка, а какие у него свойства? Может быть, он мне даёт Какую-нибудь силу атаки Или ещё что-нибудь в этом духе Что мне даёт пурпур? Ярость Больше пурпура Страшнее будет урон от твоих ударов в бою Вау Я был абсолютно прав А поскольку я был абсолютно прав То я могу избавляться от своей сирени По крайней мере здесь И от своих зелёнки Ну, хотя зелёнка мне нужна Зелёнку я оставлю А вот пурпур Мы сейчас вкачаем сюда Вкачаем сюда Ещё осталось Ну, не знаю Хватит с меня И сейчас мы будем драться Драться Уничтожая Всех подряд Просто Очень любопытственно вообще Во-первых, где эти грёбаные твари А во-вторых Во-вторых, какой урон я теперь буду наносить? Ну, я кажется, вижу одну И ещё одну Ё-моё Много их тут, много Получи Нет, тебе этого мало Получи ещё Тебе этого тоже мало Ай-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Да, сзади была ещё одна Да, ещё и крупная Ё-моё В общем, не знаю, правильно или неправильно я поступил Но я здесь побил Этих тварюк Потратив вообще впечатляющее Просто, блин Очень впечатляющее количество Цвета И мне обидно И мне жалко этот цвет Ну, не знаю Возможно Присутствие этих сволочей Сдерживает здесь появление Ещё большего количества цвета И Что маловероятно О, привет Цвет твоей Ай Так вот он какой Необычный Но я верю, братья И он такой же, как мы Здравствуй, младший Добро пожаловать в рай Скоро тебе предстоит стоять рядом с нами Как равному А сейчас Ты, должно быть, обижен над нас Но их тоже можно понять Знаю Ты, как и мы Вознёшься сюда из бездны кошмара А то я прошу тебе доказать свою правильность Делом Веди себя так достойно Нечестное Чтобы никто из твоих недоброжелателей Не мог тебя упрекнуть И не звучат Даю тебе слово И будет Праздник И ты Восстанешь Рядом с вами И мы причастим тебя Нашим таинствам Покажи Учись И слушайся Доставников Главное для тебя Заверши Они, наверное, специально сделали так, чтобы добрые слова говорила самая тварь из тварей Не иначе ведь Не иначе Боже мой, ещё один монолог А, нет, это новые твари Субтитры создавал DimaTorzok Боже мой, как же вас много И опять будете говорить Хорошо Одна мятежница наказана Но другие тоже взбудоражены слухами о пришествии Цвета Обойдите их, братья И пусть каждый напомнит своей Арахне о том, что им нечего надеяться на прорыв Мы сохраним наш рай И вернём ему силу и славу А этот Я не верю И дело не только в том, что он мал Я чувствую, что он зрячий Зрячий и нем А правильный Надлежит быть слепым Чтобы не сомневаться И говорящим Чтобы мог славить это святое место Я не верю ему И не буду его учить Он не мой А значит живой Братья Среди нас живой Он несёт спящему гибель Какое странное существо Ты умираешь Что это? Кто она такая? Ну да У меня совершенно нет Не осталось никакой Блин Мне нужно проращивать Всю эту хрень Я хоть и переработал У меня хоть есть 46 янтаря Но где я ещё янтаря возьму Есть 25 янтаря Я конечно могу рискнуть Попробовать ей всё это отдать Может быть она меня пустит в новые места Если я конечно наберусь Золото Но я сохранюсь и попробую это сделать Вот как вам такая идея Здесь это возьму Сохранюсь В новый сейф И попробую ей Дать что я накопил Возможно тогда Получится что-то новое И поделать Видел как я сбросила часть оков? От цвета мы набираем силу Освободи меня совсем Золотоглазый Награда будет щедрой Значит хочешь попасть в рудник Чтобы дать дорогу владыке цвету И как ты это устроишь Золотоглазый? Неужели Ута тебя уже намучила? Поделилась сердцем, а? Ни за что не поверю Ута ради тебя и пальцем не шевельнёт Бедняжке нелегко, но её можно понять У Богомола совсем нет чувства юмора Ну, как бы, да Ну, я думаю, что ты меня уже пустила Всё-таки, всё-таки Всё-таки, в свои покои Покой, а это значит, что Значит жизнь Значит, возможно, там есть янтарь Который я весь потратил на тебя Ё-моё Но, кстати, нужно абсолютно освободить Своё сердце от золота Которое мне, разумеется, ещё пригодится Золото мне нужно, так сказать Чтобы оно всегда было Ё-моё Да, она действительно пустила меня в свои покои Теперь я могу идти сюда и сюда А это что? Вообще не понимаю Липопытственно Давайте этим будем рисовать Что это вообще такое? Это рудник Это как раз рудник И совершенно верно, что я пошёл в рудник Потому что в руднике можно будет Открыть какое-нибудь месторождение А потом его собрать Очень хорошо Видишь места на скале, из которых Проступает цвет? Это жила Разбей скалу прямо вот в этом месте Силы хватит? Я думаю, хватит Только я не вижу этого места Честно вам сказать Ещё надо здесь сохраниться И говорить вам бай-бай Да, по-любому Так что Это был Фреймистер и Игра с Войт Надеюсь, не слишком большая серия Бай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...